Всем привет! Outlander XL. Видео о лифтовании подвески или увеличении клиренса. Сегодня расскажу, что вас будет ожидать, если вы решитесь увеличить клиренс или, к примеру, купите не те пружины, как в моем случае. После покупки Outlander я заметил, что передок значительно выше, чем зад. Ну, я решил установить проставки, думал про севшие пружины, но оказалось, что все пружины новые, а передние пружины были неизвестны от чего. Вот они, кстати, установлены. И с этими пружинами они, видимо, жестче или выше, или непонятно вообще, как так происходит. В общем, передняя подвеска выше за счет вот этих пружин. До меня здесь уже наколхозили, но, видимо, в автосервисе какие-то бодрые мастера делали, что они наделали. Значит, вот болты, которыми прикручен поворотный кулак. Для того, чтобы сделать больший развал, а после того, как увеличился клиренс, опустилось колесо, и колеса стали как бы домиком, они сошлись внутрь. И чтобы вернуть их в исходное положение, или сделать отрицательный развал, нужно как-то наклонить вот этот вот поворотный кулак внутрь. Чтобы его наклонить, свободного хода здесь нет, и регулировки никакой нет. Регулируется только схождение. Значит, слесаря в автосервисе решили подпилить болты. Я вам сейчас покажу, что здесь наделали. Вот такие вот болты, их тупо болгаркой пилили, видимо. Уменьшали их диаметр. Уменьшали диаметр для того, чтобы появился свободный ход поворотного кулака внутрь. Если вытащить болт, то действительно появляется вот такой вот свободный ход. И здесь, кстати, очень много этого свободного хода. Но мое решение, если уже так делать, если приходится выравнивать колеса, то лучше расточить вот эти вот отверстия. Чем я сейчас и займусь. Сейчас сниму стойку, буду растачивать отверстия и устанавливать новые болты. Я купил вот такие вот прочные болты. 10,9 у них прочность. Значит, болты здесь диаметром 14 мм. И в длину, в данном случае, 80 мм. Можно немножко покороче. Но я решил накрутить по две гайки. Вот так вот это будет. И болт даже будет немножко торчать. Ну, можно на сантиметр покороче 70 болты брать диаметром 14 мм. Под росточку верхнего уха стойки. Так, снял стойку. Маркировка на пружине стерта. Осталось от нее только вот это. Это 78, 950, а дальше стерта. Не знаю, что за пружины, но они не подходят нормально к Outlander. Ну, точнее, завышают его передний клиренс больше нормы. Так, завышают, что приходится распиливать отверстия или точить болты. В данном случае, я сейчас буду растачивать вот эти вот отверстия большего диаметра и делать с помощью вот такой вот бор-машины. Все-таки замеряю толщину пружины. Толщина пружины 15 мм. У кого какие толщины, пишите в комментариях под видео. Будем сравнивать и понимать, какой же толщины пружину лучше на Outlander ставить. Ну, наверное, с толстыми пружинами, с вот такими вот, немного жестче подвеска будет. Но лупит в отбойник. То есть, хода штока пружины не хватает на разжатие. И на лежачих полицейских стойка долбится в отбой. Наверное, стойка должна быть длиннее. Сейчас я ее просто померяю длину. Какая здесь длина. Вот от пружины. В данном случае, от края. Ну, до края замеряю. С вот этого места. И до края чашки выходит 56 сантиметров. Вот. У кого валяются стойки в гараже, там, возможно, бывает разная длина штока. Обратил внимание. На форумах уже начитался. Бывают стойки с разной длиной штока. Бывают подлиннее. Ну, в данном случае здесь установлены стойки Каябовские. XLG. И вот такой вот номер. Так. Ну, вот номер стойки. Стойки джапанские. Я даже думаю, наверное, родные. Вот. Номер написано Made in Japan. Каяба. Ну, и часто в обзорах по ремонту Outlander я эти стойки вижу Каябовские. Наверное, это все-таки заводские стойки. Хотя пробег 200 тысяч. Вряд ли они выжили бы. Ну, не знаю. В общем, пишите, кто что знает. Пишите в комментариях. Ну, а я сейчас буду растачивать отверстия. Ну, покажу вам, как этот процесс происходит. Значит, в набор машине установлена вот такая вот шарошка из карбида вольфрама. И с помощью ее я сейчас растачу отверстия. Так, готово. Вообще, я практикую два вида настройки развала. С завода он часто не совпадает. Бывают, проседают пружины. Бывают пружины неоригинальные, которые повышают клиренс, как в данном случае. И в таких случаях я устанавливаю снизу болт нормальной толщины. Ну, вот. На 14. Ну, а сверху, если не точить, то можно установить болт меньшего диаметра. Это если по-быстрому уже на самом сход-развале делается, то лучше ничего не точить. Установить тоньшие болты. Ну, и также должны понимать, что это все опасные вещи. Потому, как развал колеса может сыграть, где-нибудь ослабится болт, и машина будет неуправляемой на больших скоростях. Вот, я расточил отверстие. И теперь появился такой вот значительный ход болта. И можно спокойно настраивать сход-развал. Ну, точнее, в данном случае, развал. Что касается сход-развала на задней оси, я здесь исправил развал после увеличения клиренса с помощью вот такого вот болта меньшего диаметра. Это на сабле он стоит сверху. Здесь должен быть болт на 12, а я здесь установил на 10. Немного внутрь вывернул ступицу, и таким образом развал выровнялся на задней оси. Задние развальные болты Mitsubishi Outlander имеют дефект, ну, точнее, конструктивную недоработку. Здесь вот такой вот усик на шайбе, и он сворачивается. Вот видно, на этом болту уже он свернут. И нормально развал, схождение на задних колесах выставить не удается. Но есть вот такие вот болты Masuma. Это комплект прям с шайбами. Вот такой у них номер. Это не оригинал, но качество, говорят, намного лучше даже, чем у заводских. Вот если сравнивать заводской болт и Masuma, то по длине они одинаковые. Диаметр шайбы также одинаков. Толщина шайбы нормальная. Такая более-менее, прям как заводская, наверное, даже чуть толще. Но в Masuma болту идет вот такая вот проточка уже. Это намного крепче получается, чем небольшой вот такой вот пропил. Соответственно, вот этот вот треугольничек на шайбе срывает, а на Masuma болту вот такую вот проточку уже не сорвет. В общем, устанавливаю новые болты задние Masuma. И завтра поеду на сход-развал. Ну, буду там уже показывать по мере возможности, если получится там дикие перепуганные слесаря. Если бояться не буду, то я вам покажу, как делается развал на Outlander XL с поднятой подвеской. Можно ли выставить колеса в ноль или нет. Ну, левый, ну, короче, ноль, развал задний. Короче, резина есть. Короче, совпало все, да? Да, нормально. Ну, все в зеленой зоне. Ну, вот и все, мужики. Сделал сход-развал. Вот, руль ровно. Все в зеленой зоне. Ну, пришлось пораспиливать стойки, как я уже показывал. И также распилил верхние уши на задних ступицах. Болты установил потоньше. Ну, и немного проточил отверстия в ушках. Ну, я уже не показывал, как я отверстия растачивал. Ну, в том месте, где болт потоньше, там и расточил. В общем, все нормально. Можно увеличивать клиренс, но немного. Буквально сантиметра на два, не больше. Два сантиметра – это предел. Дальше уже начнутся проблемы с шаровыми опорами, с саленблоками. В общем, на этом все. Кому было интересно, ставьте лайки. Всем пока и до новых видео.